Игорь Шаститко, эксперт по IT-инфраструктуре в компании Microsoft Украина в отделе стратегических технологий. Одна из моих основных задач это рассказывать людям о том, каким образом можно применить технологии Microsoft в бизнесе, каким образом можно применить технологии Microsoft в жизни, каким образом получать прибыль, каким образом совершенствоваться, становиться лучше и тому подобное. Если говорить о задачах, то донесение того нового, что за последний год с предыдущего света сделала Microsoft, о том, каким образом это действительно можно интегрировать уже сейчас в бизнес, в свои жизненные процессы, то есть это была основная задача, то есть донести интересный месседж для людей. Трек состоит из действительно трех основных вещей, даже четырех я бы сказал. То есть первая основная вещь это сама платформа, на которой строится IT-инфраструктура. Мы сегодня и завтра будем говорить о новом Windows Server 8, о возможностях, которые предоставляет Windows Server 8 для управления IT-инфраструктурой, о возможностях, которые предоставляются в виртуализации, о тех решениях, которые есть для сети, для безопасности и тому подобное. Поверх решений непосредственно сервера, о которых я докладывал, строятся несколько вещей, первое из которых это управление инфраструктурой через System Center. Об этом мы будем говорить дальше. Дальше наш докладчик Вячеслав Недосекин из России, наш консультант, расскажет подробнее о том, как использовать System Center Configuration Manager для управления рабочими местами, как это развертывает. То есть я надеюсь, что слушатели, придя на этот доклад, получат знания, получат представление о том, как они смогут реально упростить себе жизнь, реально управлять рабочими местами. Следующий шаг поверх этого всего дела – это, собственно, приватное облако или частное облако, как его называют. Отличный докладчик Дэмиан Каро, который рассказал о том, каким образом можно использовать эластичность систем, каким образом можно создавать отказоустойчивые системы и виртуализировать свои процессы, свои приложения в частном облаке, делегируя управление этим облаком конечным пользователям. Ну и, так сказать, звезда программы – это Андрей Бешков со своим треком по безопасности. Он расскажет и о безопасности IT-инфраструктуры, и о вопросах безопасности частного облака. Это будет уже завтра. SWIT – это Software и IT. То есть, если брать такую трактовку через английский вариант надписи SWIT, то есть конференция для IT-профессионалов. То есть, если говорить, что есть профессионалы по разработке, девелоперы, то есть профессионалы и для IT. Да, их меньше, потому что знания несколько специфичные, их тяжело, скажем так, выучить за два дня, это требует постоянной подпитки, то есть копания во всяких галочках, бирюлечках и тому подобное. То есть, я не бы сказал, что это специфично. То есть, это просто отдельно. Да, IT-прошников меньше, чем девелоперов на этой конференции, но это больше связано со спецификой их работы и с сложностью обучения подобным технологиям. Первое и самое главное, в какую сторону смотреть, смотреть в онлайн. То есть, сейчас очень много интересного, полезного и нужного есть в онлайне. То есть, есть то, что называется Microsoft Virtual Academy, где можно получить последние знания, треки и тому подобное. Есть сайт TechDays in UA, где также можно получить записи и тому подобное. Есть масса блогов, масса материалов, то есть, они позволяют совершенствоваться, получать новую информацию о продуктах, о том, как работать и тому подобное. Это важный шаг. Второй важный шаг непосредственно уже смотреть в направлении виртуализации и облачных технологий, как это действительно поможет бизнесу в тех компаниях, в которых они работают. Сложный вопрос на самом деле. То есть, ездя постоянно по регионам, встречаясь в регионах с людьми, понимая, что здесь нисколько развития... То есть, IT всегда зависит от бизнеса. То есть, бизнес является заказчиком для IT-подразделения, которое во многом является сервисным. И здесь, скорее, надо говорить о том, что бизнес должен научиться понимать, насколько цен на IT, насколько инвестиции в IT, внедрение новых технологий помогают решить задачи именно бизнеса. Надеюсь, что развитие IT в Украине в следующие пять лет будет направлено на то, что если компании, допустим, средние и даже крупные, не могут себе позволить построение нормальной IT-инфраструктуры, я надеюсь, что будут появляться компании-хостеры, которые будут предлагать IT-инфраструктуру как сервис. То есть, то, что называется EAS, для того, чтобы компании поменьше могли заказывать современную, надежную, мощную IT-инфраструктуру для своего бизнеса, не инвестируя не только в железки, а инвестируя именно в бизнес-процессы. Это позволит IT-шникам освободить, скажем так, свое время ковыряния в железе и больше сосредоточиться на создании решений для бизнеса. Ну, приходите. В следующем году на Microsoft Suite будет еще интереснее.